Привет, автолюбители и пользователи автомобильного портала Drom.ru, ну и все те, кому интересна Япония. Сегодня я вам расскажу о том, как японцы моют свои автомобили, как выглядят современные автомобильные мойки в Японии. Специально для этого видео я подготовил свой автомобиль. Почти два месяца я его не мыл, поэтому вот так вот выглядит самый грязный автомобиль в Токио сегодня. В салоне он, возможно, выглядит немного грязнее, потому что у меня есть двое детей. Снаружи в основном грязь, это пыль, которая скапливается на автомобиле. Ну и когда выезжаем за город, небольшие разводы, брызги от колес по бокам. В принципе, если быстро ехать, можно еще пару месяцев ее не мыть. Но для вас мы сейчас поедем на ближайшую современную японскую мойку. Посмотрим, как она выглядит, какой сервис предлагают Японии и сколько будет стоить помыть нашу грязную. В Японии практически невозможно найти такие специализированные мойки, где именно только моют автомобили. Все услуги по автомойке предлагают обычные заправки. Сейчас буквально 5 минут проедем, будет ближайшая заправка, а мы попробуем помыть нашу машину. Посмотрим, сколько нам это будет стоить. Небольшое обновление по ценам на бензин в Японии. Сейчас в Японии бензин дешевеет вслед за нефтью. Дизель стоит за литр 113 йен, 98-й 142 йены и 95-й 130 йен. Мы приехали на заправку, на машину мою уже одели чехол на сиденье, чехол на руль. Сейчас ее будут мыть. Мы зашли в такую небольшую комнату ожидания. Здесь будем ждать, пока помоют нашу машину. Она вроде стоит вторая после такси-пауки. По поводу типа, как моют вообще в Японии машины. В основном автомобили в Японии моют портальной мойкой, то есть ставят ворота, которые движутся и моют автоматически автомобиль. Также есть ручная мойка, ей пользуется редкой, но тоже она есть, она намного дороже. Сейчас расскажу немного по ценам. На примере своего автомобиля CX-8, то есть класса SUV, расскажу, сколько будет стоить мойка. У меня здесь такое меню. Ручная мойка моего автомобиля, SUV, будет стоить 3780 йен. Если же мыть портальной мойкой, то здесь есть много вариаций. Самые дешевые, это на один раз проходят ворота, один раз пенкой, водичкой смоют и сушат. Это стоит 1058 йен. Если же вы хотите, чтобы 2-3 раза прошлись по вашей машине пенкой, там побрызгали воском, то такая услуга будет стоить почти 2000 йен. А если же вам нужно помыть еще и салон, то мойка салона обойдется еще 1700 йен. Сегодня мы моем мою машину каким-то G-Protector. 2-3 раза пройдется портальная мойка от машины и также покроет ваксу. Также есть для тех, кто очень сильно любит свой автомобиль, есть с каким-то полимерным покрытием. Такая мойка обойдется в 10800 йен. Кстати, в одном из прошлых видео, где я говорил о японских маслах, многие спрашивали, где есть демитсу. Просто в магазинах его найти нельзя, но если приехать на заправку и демитсу, у них попросить поменять масло, то они зальют их собственное масло, которое разливается в таких железных банках. Просто так в магазине его не найти. Ну вот мы помыли мою машину. Услуги автомойки в Японии дорогие, если сравнивать с нашими странами. Это обуславливается тем, что здесь работники автомойки минимум получают 2500 долларов. Поэтому такие цены. Насчет качества. Если мыть кузов, то такой автомойки достаточно портальной, потому что в основном в Японии нет такой грязи, чтобы остались следы царапины или, как говорят, паутинка после портальной мойки. Поэтому можно спокойно смыть пыль с автомобиля. По поводу салона, к сожалению, сколько раз я не мыл автомобиль в таких мойках, салон всегда плохо моют. Поэтому я предпочитаю, если мне нужно помыть салон хорошо и на улице тепло, потому что сегодня у нас плюс 10, это холодно, зима. Когда тепло, я предпочитаю ехать на другую мойку, где ты можешь сам помыть свой салон полностью так, как тебе нравится, во всех уголках. Там бесплатно предоставляются тряпки, пылесос. Поэтому, если вы привыкли мыть машины в наших странах, в странах СНГ, где моют машины дешево, хорошо, то в Японии вы будете разочарованы, потому что у них этот сервис не развит. Возможно, потому что машины мыть не нужно так часто. Я, живя в Токио, если идет дождь, то выезжаю на машине, сделать пару кругов, чтобы дождик помыл машину. Поэтому в сезон, когда много дождей, машину я практически свою не мою, потому что достаточно помыть ее под дождем. Если едешь куда-то в город, то максимум машина пачкается от того, что жуки врезаются в бампер или в капот, в лобовое стекло вашего автомобиля. Так автомобиль тоже остается чистый. В основном на горных дорогах стоят такие глубокие водостоки, чтобы грязь с водой не шла на дорогу. Поэтому даже в горах в Японии машина всегда остается чистой. Сегодня мы вместе с вами съездили на автомобильную мойку в Японии, помыли автомобиль за 30 долларов. Ну а на сегодня все. С вами вы все в следующем видео. Всем пока!